В казне при Амуре появилась новая доходная статья – акцизы с алкогольной продукцией. Если раньше сборы шли в федеральный бюджет, то теперь половина будет оставаться у регионов, там, где производится спиртное и где оно продается. По подсчетам казначейства, Амурская область дополнительно получит около 100 миллионов рублей. Эти деньги депутаты решили направить на ЖКХ. То, что было 45 миллионов рублей, это ничего для области по ремонту котельных, тепловых сетей и так далее. Необходимо территориям, конечно, помогать. И вот эта дополнительная сумма сейчас у нас будет чуть более 145 миллионов рублей. Она позволит, по крайней мере, пройтись по тем объектам, на которых прошли аварии в прошедший отопительный сезон. Депутаты изыскали средства на создание проектно-сметной документации для нового роддома Благовещенска и капремонт Тындинской больницы. Больше 4,5 миллионов рублей пойдет на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также продолжится перекредитование. Дорогие кредиты область заменяет дешевыми. На этом регион сэкономит 90 миллионов рублей. Хотя, по мнению оппозиционных депутатов, в этом направлении еще надо работать. В очередной раз у нас правительство сейчас разгребает госдолг, который был набран в предыдущие годы. Но это не спасает ситуацию. На сегодняшний день она достаточно серьезная. Еще одно новшество. В программу капремонта сможет попасть больше домов. Теперь региональный оператор вправе расходовать не 50% накопленных взносов, а 80%. Это позволит и дополнительно в этом году отремонтировать 63 дома. Однако и этот законопроект оказался понятен не всем депутатам. Депутаты КПРФ выступили с предложением в праздничный календарь вернуть 7 ноября, день Октябрьской революции. В этом году в стране отметят 100 лет со дня этого исторического события. Общее количество праздничных дней в календаре трудового Российской Федерации не увеличится, потому что предлагается упразднить нерабочий праздничный день 8 ноября. Чем вызвана данная инициатива? Прежде всего восстановлением исторической справедливости. И комитет, и весь парламент инициативу не поддержали. В этом месяце уже есть праздник 4 ноября, а забирать у людей еще день в январе не стоит, посчитали депутаты.